Всем привет! Мои дорогие, в сегодняшнем видео проверила совет одного блогера, которая обещала феноменальную белизну с застиранному белью. У меня как раз нашлось пару старых комплектов белья, которых не мешало бы реанимировать. Ну а что из этого вышло, смотрите дальше, не переключайтесь. Вы на канале Полезно, Интересно и Удивительно. С вами я, Наташа. Итак, блогер обещала великолепный результат. Для начала она рекомендовала белье застирать под теплой водой при помощи хозяйственного мыла, что, собственно говоря, я и делаю. А пока я намыливаю белье, напишите, из какого города, из какой страны, какой республики вы смотрите это видео. Замыленное белье мы кладем в таз с теплой водой, так как делала блогер. И идем готовить волшебный в кавычках раствор. На кончик ножа или ложки мы берем марганцовку и добавляем воду. Перемешиваем. Процеживаем через марлю. И добавляем к белью. На этом этапе я уже немного опасалась. Но обратной дороги нет. Проверка так проверка. Оставить все это было необходимо на 40 минут. Оставили. Спустя время ополаскиваем белье до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Я минут 15 ополаскивала. Чёрла, мыла. Что я только с ним не делала. Вода стала прозрачной, а белье... Фиг вам! Народное жилище индейцев. Ну, сейчас не о них. На мой взгляд, оно стало ещё желтее. А вам как кажется? Пишите в комментариях. Хорошо, что белье старое и не жалко. А вот было бы новое... Беда! Мои дорогие, на ютубе полно странных советов. Прежде чем применять популярный совет, набравший не один миллион просмотров, подумайте, стоит ли игра в свеч? А на этом всем пока. Не попадайтесь на плохие советы. Подписывайтесь на мой канал, ведь только здесь проверенные, классные, а главное, полезные и рабочие советы. Всех люблю!